События, которые являются новостями, эффект которых мимолетен, или события, по прошествии которого задумываешься и делаешь выводы. Какие события нам нужны? И не обратив внимания на первое, становимся на вторых. И в данном случае это события мирового уровня, реализованное магнитогорскими спортсменами, а точнее сенсеем-наставником и его учеником. И воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 11 Ассоциации Восточных Единоборств города Магнитогорска привезли из Японии гораздо более значимый результат – чемпиона мира среди юношей. И здесь надо отметить, что в отличие от большинства российских чемпионов, выращивался наш руками магнитогорского тренера и на магнитогорской земле. Невероятно сложно, я просто представляю, среди большого количества ваших любимцев и тех, кто приходит и занимается, кто-то отсеивается. Но воспитать, в конце концов, и получить чемпиона мира – гордость присутствует? Конечно, конечно присутствует гордость. То есть невероятная радость и радость за эту победу. Иван на этом чемпионате мира совершил такой маленький подвиг. Он победил всех своих соперников весьма достойно. И принес такую большую победу не только для нашего города, прежде всего для нашего города и для нашей области тоже. То есть гордость была, ну как гордость, радость была, очень большая радость. Потому что подходили другие тренера с России, потом с Болгарией, с Польши. И поздравляли меня. Поздравляли, значит, и говорили, что у вас мальчик очень хороший. То есть мы бы хотели видеть его на своих турнирах, на международных, то есть в Польше или в Болгарии. Говорят, и их слова были таковы. Значит, ваш мальчик, он как тайфун, не дает своим соперникам ни шанса. То есть, как бы, вот мы его и прозвали русским тайфуном. То есть оценка со стороны тренеров, значит, больших тренеров, которые засвечены уже там на международных аренах, вот, это, конечно, большая радость. Большая радость и оценка-то нормальная. То есть, как бы, раз моего пацана приглашают, значит, куда-то на международные турниры, на сборы, то есть, значит, у нас появилась хорошая школа в Магнитогорске. Земля, а точнее, страна восходящего солнца же подготовила серьезные испытания. Если кто-то может еще усомниться в том, что это были соревнования мирового уровня, посоветуем обратить внимание на порядковые номера участников. Количество которых перевалило за 2000, а количество татами в храме карате было больше, чем на Олимпийских играх. Конечно, если бы чемпионат мира проходил в какой-нибудь другой стране, а не в Японии, можно было бы еще говорить о европейских или американских традициях. Но традиция основателей карате – это совершенно непредвзятое судейство в случае с неяпонскими финалистами. С японскими спортсменами стоило быть осторожнее и аккуратнее, потому как, зная упорство и целеустремленность этого народа, полуфинал был чуть ли не главнее финала. Между мной и тобой, ну, не расстояние 20 сантиметров, а примерно 20 лет разницы. Но 20 лет назад я не думал, что мне удастся попасть в Японию. В Японию было в прошлом году. Не быстрое ли достижение это чересчур? Ну как? 8 лет, мне кажется, не быстро. Все-таки 8 лет. Тяжело очень пришлось. Я старался, слушал тренера. Когда я пришел в карате, сразу же у меня была мечта стать чемпионом мира. Я все отдал для этого. И все получилось. А в дальнейшем? В дальнейшем еще предстоит много чего сделать. Выиграть чемпионат Америка, чемпионат Европы. И, конечно же, самое главное, выиграть мужской чемпионат мира. Ну и первое впечатление о Японии. Не было ли страшно быть побитым на чужой территории, на родине карате? Да нет, не было страхов. Была надежда. Я сразу думал, что я выиграю. А уровень японских спортсменов каков он? Ну как, их не родные стены все-таки. И судейство. Ну в этом году судейство было более-менее. А так, вытаскивали все равно японцев. Ну, в принципе-то они тоже тяжелые, сильные спортсмены. Конечно, о самом главном мы поговорим чуть позже. Хотя, что считать главным? Чемпионские титулы или возможность реализовать мечту и спортсмена, и тренера? И зная реальную финансовую составляющую многочасового перелета от Москвы до Токио, и проживание в отеле, не выкопленном турфирмой. Сложно, без помощи меценатов и спонсоров, говорить о реализации подобного. Я знаю, что раньше спортсмены магнитогорские ездили, получали черные пояса, ездили в Японию, собирали деньги за свой счет. И, как правило, это были взрослые, уже достаточно состоявшиеся люди. Сейчас вы привезли молодежь, у которой пока нету этого солидного пресса, имеется в виду финансового пресса. Но это случилось. И благодаря чему? Большую, очень большую поддержку оказала администрация города, то есть это спорткомитет наш в лице Кальяновой Елены Павловны. Большую поддержку оказала МК «Метис», комбинат в целом, то есть партия «Единая Россия» и шахтопроходка наша магнитогорская. То есть люди как бы повернулись, да, повернулись. Ну, еще надо добавить то, что Иван-то, он у нас уже дважды победитель России. И как бы, ведя переговоры с людьми, мне было что показать и на что обратить внимание. То есть люди-то понимали, что я везу уже подготовленного бойца и за результатом. Вот, то есть как бы здесь все сложилось нормально. То есть да, город повернулся, повернулся и комбинат. Повернулись те люди, которым не безразлична судьба нашего поколения, можно так сказать, да. Потому что мы все прекрасно знаем, что детская преступность растет. Вот, и зачастую она растет из-за того, что иногда нет финансирования в спортивных школах и клубах. Вот, сейчас положение справляется. То есть, как бы, вот появился такой маячок у нас, это Иван Костев, да. Я думаю, что на этот маяк, то есть будут слетаться другие ребята. То есть количество осенью пришедших ко мне в секцию, я думаю, возрастет в раза три. И в очередной раз и снова скажем, даже при всех наших российских проблемах, далеких от решения, даже зная, что на подъеме нельзя отклоняться от заданного курса и распылять силы, нужно четко знать, куда применять вектор нагрузки. И вкладываясь и материально, и морально магнитогорские предприятия холдинга «ММК Метис» в лице директора Алексея Носова, а также директора по персоналу ММК Александра Моструева, начальника управления информацией Ивана Сеничева, директора фирмы «Альп Индустриал», а ныне и депутате законодательного собрания Сергея Евстигнеева, собранных в единую партию «Единая Россия», а также администрации города Магнитогорска, они поручили Юрию Петрусю нелегкую задачу привести чемпиона, с которой он и справился. «Единая Россия» – это просто хорошая квалифицированная команда, которая подходит к конструктивному решению того или иного вопроса. В данном случае это спорт. В данном случае это Иван Костин, который стал чемпионом мира. В городе Магнитогорске зажглась новая звездочка, и в строю прибыло чемпионов мира. Что такое Костин Иван сегодня чемпион мира? Это, по сути дела, тот человек, вокруг которого уже собираются дети, его одноклассники, его квартальские ребята или просто соседи показывают. Вот он, чемпион мира, простой наш магнитогорский парень. В лице его мы, получается, воспитываем целую гряду людей. И, конечно же, здесь «Единая Россия» правильно взяла курс воспитывать вот таких вот звездочек, и чтобы к этим звездочкам уже тянулись его сверстники, и вырастал социально ответственный гражданин. Ну, глядя немножко назад, давайте подумаем. Могли ли мы в свое время, в 15 лет грезить у Японии и получать чемпионатские титулы? Все-таки немаловажен тот факт, что в России возрождается то поколение, которое для себя выбирает спорт, для себя выбирает здоровый образ жизни, для себя выбирает замечательные результаты. Вы знаете, я думаю, и 15 лет мы об этом грезили, но этого мы не могли достигнуть, потому что не было стабильности, не было уверенности в завтра. Сегодня мы не грезим, мы сегодня это уже ощущаем, мы это имеем. Да, это работа, да, это работа последних 15, наверное, это как раз-таки лет, но думаю, что мы должны стремиться уже к большему. Не надо почивать на лаврах ни единой России, ни какой-либо другой партии. Нужно просто вот команде нашей, Магнитогорской, Челябинской, Российской в целом, работать на позитиве и на продвижении наших интересов российских, Магнитогорских. Если Магнитогорские мы продвигаем интересы в области федерации, то на мировом уровне это моя федерация. И думаю, что мы должны наши интересы продвигать. А этот бой мы оставим без комментариев. Это финал. И решение судьи, и это печать чемпионства. Поехали. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует...